И тогда у людей вы закрепляетесь в голове намного дольше, чем вы разово так и люди даже вас не запомнят. Мы ожидали 1400 участников, вышло больше, больше стендов, больше спонсоров. Вливаю денежку, денежку в Украину, развиваю здесь команды и это естественно способствует и внутреннему нашему рынку. Наша ниша, ни в какой другой очень важна порядочность, очень важен имидж и то, как мы взаимодействуем друг с другом. Это Киев. Очень приятно находиться здесь, среди единомышленников. Рынок растет, рынок развивается, очень много людей, которых мы уже знаем очень много времени, очень много новичков. Ну и это 100% будет плодотворно, как для нашей компании, так и для всех участников этой конференции. Симпро, One Love, вы крутые. Ну что, рад тебя очень видеть. Ну что, скажи, организаторам все удалось на этой конференции. Как тебе? Мне очень понравилось в этом году, на самом деле. Я считаю, что все удалось. У нас более 1750 с чем-то регистраций проплаченных. Знаешь, посмотрим, сколько людей на локации будет. Мы ожидали 1400 участников, вышло больше, больше стендов, больше спонсоров. Все соскучились, много новых лиц, и я думаю, да, все удалось мне. Ну о чем прежде всего говори? Во-первых, уровень организации растет, это видно, это круто, вы большие молодцы. Вы уже набили руку на более мелких ивентов, вы теперь замахнулись на нишу конференций. Ну мы уже седьмой год на самом деле в ниши конференций. Просто третий CEO и affiliate, а нас не знали так сильно по affiliate индустрии. Ну круто, у вас все получилось. А скажи, по твоему субъективному мнению, насколько рынок вырос за эти годы, украинский в частности? Если, давай я буду судить со стороны ивентов, хорошо? Конечно. Я больше в этом. Рынок растет, появляется много проектов новых. Есть однодневные, да, ивенты, но рынок растет, есть сильные ребята, которые делают качественно. Мы растем и аудитория наша молодеет, кстати. Все говорят, ты заметил или нет? Я очень заметил, потому что я тут себя уже папочкой чувствую. А я мамочкой своей 23, понимаешь? Популярный вопрос у нас, а у вас 18+, а мне 17, я уже миллионер и лью много. Ну вот такого плана. Аудитория очень поменялась и помолодела, я думаю. Чувствую, скоро моя дочка приедет на конференцию. И уже не за горами это время, да. Ну а количество компаний, которые хотят выставляться, которые готовы спонсорить, платить достаточно большие деньги, тоже, я смотрю, выросло. Очень много участников. Все проголодались, можно так сказать, соскучились за ивентами. У нас в один момент закончились стенды, все закончилось, автобати, все спонсорские. И мы такие, ребят, давайте на следующий год запишем, ну просто пишите раньше, все проголодались. Но тут важно выбирать, куда заходить, на какие ивенты. Тут нужно тоже избирательно подходить к этому вопросу. Ну такого количества ивентов, как после окончания коронавируса, просто не было. И это осень, каждую неделю какие-то ивенты. А летом, а летом как было. Хорошо. Что можешь от себя добавить, возможно, тем, кто сегодня не пришел или планирует в следующий раз, или те, кто не посещает ивенты, потому что считает, что здесь нечего делать? Я хочу передать этим ребятам, что оффлайн никогда не сравнится с онлайном. Здесь можно завести множество интересных, разнообразных знакомств. Партнерки здесь, рекламодатели, вебмастера. Можно найти команду, это очень полезно. Приходите именно выделять время на конференцию. Профит просто невероятный, я считаю. Приходите, переходите в онлайн, в оффлайн, не бойтесь. Да, наверное, на первых порах, когда аффилит-маркетинг только становился на ноги, еще не до конца было понятно многим, большинству, что это такое. И многим не воспринималось, как это ребята, которые сидят, зарабатывают деньги в интернете, сидят где-то дома на удаленке за компьютером и не вылазят дальше своего носа, не видят. Но рынок на самом деле настолько огромный, настолько интересный. И нетворкинг здесь играет решающую роль. Чем лучше ты знаешь своих аффилит-менеджеров, партнеров, коллег по цеху, чем больше ты с ними коннектишься, тем больше идей, тем больше обмена опытом, ну и тем качественнее потом результаты, которые совокупно влияют на весь рынок, который растет в ту или иную сторону. И от качественных ивентов напрямую зависит та аудитория, которая является костяком этого рынка и которая тянет за собой всех остальных, которые показывают пример. Ну и я надеюсь, что таких ивентов будет больше. Поэтому мы с радостью спонсорем, с радостью приедем сюда еще раз. И всегда очень рады видеть. Но я хочу сказать спасибо большое вам, что вы участвуете, потому что большая часть всего этого не было. Большей части действительно. Без Литбита. Да, без всех спонсоров. Это важная часть мероприятия. И вам спасибо большое, что доверяете, что выбираете нас. И мы вместе развиваем комьюнити, я считаю. Мы большие молодости. Всегда рады и большое вам спасибо. Да, да, спасибо тебе большое. Артур, привет. Очень рад видеть. Мы с тобой много лет знакомы и уже сотрудничали. Компания AdEmpire. Расскажи, это достаточно новый бренд на рынке, который ворвался не так давно. Хорошо врываемся, хорошо идем. Где-то год-полтора назад мы появились. Активно развиваемся. Ну, для тех, кто не знает, это Адалт Дейтинг. Адалт Дейтинг. Один из топовых рекламодателей. Ну, также у нас есть и дополнительные вертикали в виде свипстейков, игр, крипто. Развиваемся, масштабируемся, так говорится, идем вперед, но одном не зацикливаемся. Это круто. Как тебе конференция? Все супер, отличный вайп. Все располагает к общению, к наливке трафика, к обмену контактами. Классные спикеры, интересная информация. Что еще сказать? Приятные люди, приятное место. Спасибо, что попали. Вы здесь с большой командой. Я смотрю, как рассредоточились, раз собрались, пообщались, опять раз. Побежали дальше контакты налаживать. Но будки нет, берем количество. Правильно, хороший подход. Хорошо, на твой субъективный взгляд, как поменялся украинский рынок? Я знаю, что раньше был приоритет. Наверное, и сейчас по-прежнему бурж рынок является основным. Там больше всего денег. Но, тем не менее, насколько вырос украинский рынок, украинские афилиаты? Насколько больше сейчас интереса к каналу дейтингу по сравнению с предыдущими периодами? Дело в том, что лично я замечаю такую тенденцию, что и европейские бренды, и европейские команды, уже известные, заводят здесь свои медиабай-тимы, своих менеджеров, афилиейтов. То есть вливают денежку в Украину, развивают здесь команды. И это, естественно, способствует и внутреннему нашему рынку. Но в любом случае, как бы, захоронится более интересно в виде финансового потока, денежного потока у людей и так далее. Но приятно, что на Украину уже рассматривают как место хороших, квалифицированных специалистов, которые, как бы, компетентны и конкурентны. Растем в любом случае. Также появляются и растут внутренние команды конкретно украинских брендов и так далее. Покоряем Европу и мир так же, какие они вливают в нас. Украинские аквилейты традиционно интересуются криптой, гэмблой, нутрой и какими-то другими вертикалями. Дейтинг далеко не в первую очередь звучит. На западном рынке дейтинг – это одна из топовых ниш, вечно зеленых, куда традиционно вливается достаточно много денег. Почему такая разница? Почему украинские вебы выбирают другие вертикали? Ну, первая причина этого в том, что гэмблой и крипта – это высокомаржинальный бизнес с высокой маржой, и поэтому при минимальных затратах мы получаем максимальную прибыль. Это привлекает, конечно же, всех. То есть любой украинский арбитражник, команда при минимальных затратах получает хорошую прибыль. Я считаю, это основная причина, почему люди не так сильно обращают внимание на дейтинг. Но дейтинг интересен чем? Интересен тем, он не так подвержен перепадам, как гэмбла и крипта. То есть, когда люди, арбитражники, команды, афы, они уже заработали денежку на высокомаржинальных вертикалях, они по чуть-чуть начинают смотреть на долгосрочную перспективу, а все понимают, что дейтинг – это долгосрочная перспектива, все всегда будут хотеть общаться, искать себе пары, заниматься любовью. И поэтому эта игра только в стратегию, в будущее. И я лично считаю, дейтинг не умрет никогда, поэтому заработав денежку... Все вертикали, которые построены на человеческих пороках, потребностях, здоровье, будут жить всегда. Но вопрос интереса афилейтов к этим нишам, в частности, дейтинг, нужно больше пролить, маржинальность меньше, но она более стабильная. И там нужна более долгая экспертиза, то есть, поиск качественных продуктов, прощупывание качественных сорсов. Это, как бы, занимает, возможно, чуть больше времени, чем в гембле, крипте и так далее. Но! Но! В долгосрочной перспективе, когда люди зарабатывают денежку на вышеуказанных вертикалях, они по чуть-чуть начинают прощупывать, запускать дейтинг, адалт, не адалт, это уже на их усмотрение. Давай просто подытожим и скажем, как факт, в дейтинге деньги есть. Здесь очень много денег и здесь очень много очень сильных игроков, которые зарабатывают десятки, сотни тысяч долларов, кто в месяц, кто в год, у кого как получается. Ну, а есть и более успешные кейсы, мы тоже знаем таких ребят. И знаем, да, что в том числе они работают с Экс Эмпайр. Спасибо большое за интервью, я желаю вам удачи, вас ждет большое будущее. Вы, я знаю, не остановитесь, потому что команда супер, планы большие. Ну и будем вместе работать, сотрудничать. Обязательно, спасибо большое за интервью. Ну что, Виталик, привет, рад тебя видеть. В каких-то моментах мы с вами конкурируем, очень много пересекаемся, но хочется, тем не менее, общаться с конкурентами. И мы с тобой успешно это делаем, очень часто обмениваемся какими-то моментами, рабочими, да и в целом по жизни. Это, наверное, хороший пример добрососедского отношения людей, компаний, которые работают на одном рынке, конкурируют между собой, но при этом находят общий язык. И мы должны показывать пример другим партнеркам, другим компаниям, которые, ну, достаточно часто ведут себя не очень адекватно, иногда токсично и не всегда приятно иметь дело. Поэтому добрососедские отношения – это то, что двигает наш рынок вперед, потому что вместе мы можем покорять новые вершины, и здесь места хватит всем. Согласен, да, полностью согласен. Наши ниши, как ни в какой другой, очень важна порядочность, очень важен имидж и то, как мы взаимодействуем друг с другом. Поэтому я полностью с тобой согласен. Хорошо. Как тебе конференция? Ожидание, реальность? Да, в целом, как бы, Семпра всегда показывает стабильный, хороший уровень организации. Семпра, наверное, по моему мнению, самое большое событие этого года и украинский аффилейт-жизни. Поэтому, ну, мне все нравится, не знаю. Мы знаем, что рынок аффилейт-маркетинга очень динамичный. Меняются подходы, меняются связки, вертикали, источники и так далее. Куда движется рынок на данный момент? Ну, я сколько наблюдаю за нашим рынком, рынок всегда движется вверх. Все ускоряется, объемы растут, подходы усиливаются. Поэтому, если прям коротко, то вверх он движется, конечно же вверх. Ну, это самое главное на самом деле. Да, сколько бы модерацию не закручивали, товарищи-арбитражники всегда адаптируются, подстроятся, будут искать новые ниши, темы, подходы. И здесь один только совет ребятам, которые только недавно начали лить, или еще не вышли на какие-то большие объемы. Смотрите за топами рынка, общайтесь со своими аффилейт-менеджерами, выстраивайте правильные отношения, как можно больше нетворкинга и коммуникаций. Ну, и тогда все получится, вы будете тоже двигаться вперед. Когда растет весь рынок, вы тоже будете расти. Главное, быть уверенными в себе и не бросать на полпути, не бросать на полдела. Дай совет какой-то начинающим арбитражникам. Просто ты как раз его и сказал. Смотрите за топами, повторяйте, делайте так же, как они, и тогда у вас будут, если вы вложите себя и свои средства так же, как они, у вас будет такой же результат. Поэтому очень важно следить за топами, важно посещать конференции, слушать доклады, общаться лично, тоже очень важно. Поэтому это, наверное, основное. Ну, и основное, конечно же, работать. Это работа, и эта работа очень тяжелая, тяжелый труд. Чем больше вы работаете, тем больше будет результат. Ну, да, тут скорее, чем более системными вы будете, тем больше будет результатов. Арбитраж трафика уже давно, наверное, прошел стадию, когда вы можете просто залететь, хапнуть много денег, и точно так же быстро вы вылетите из этой нищи. Если вы хотите здесь быть долго, всерьез, и расти постоянно, да, здесь нужно выстраивать полноценный бизнес со своими бизнес-процессами, рутиной и всем остальным. Ну что, спасибо за интервью, рады были видеть. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень приятно видеть. Взаимно. Очень хорошо знаю вашу сетку, сам заливаю. Расскажи, как тебе впечатление от конфы? Много ли новых партнеров нашли? Да, в целом очень нравится. Классно, что мы находим, точнее, встречаем много наших уже старых партнеров. Классно с ними пообщаться, потому что сейчас в Киджире не сильно получается с кем-то пересечься. Поэтому, да, очень классно встречаться в живую с людьми, которыми ты помогаешь на ежедневной основе, работая менеджером в сети. Поэтому мне нравится. Как себя сейчас чувствуют пуши? Пару лет назад была тема, что пуши скоро умрут. Как и каждый год, так говорят. Они живут, они процветают. Все зависит от качества базы. Расскажи, как оно у вас? Ну, то, что пуши умирают, говорят каждый год. Но в итоге появляется все больше партнеров и все больше новых арбитражников. Поэтому я не могу сказать, что они умирают. Вот. В целом, у нас постоянно ежедневно пополняется большое количество партнеров. И старые остаются с нами работать. Если говорить про самые топовые ниши, которые сейчас заходят лично у нас на пушок, это дейтинг, финансы, сейвстейки, нутра, софты, АПК-шки. То есть, в принципе, я думаю, то, что и раньше работала, все еще продолжает работать. Какие гео на данный момент у вас самые сильные? Окей. Ну, во-первых, у нас есть трафик во всех гео. Самые сильные сложные, скорее, у каждой ниши свои сильные гео. То есть, это нужно более подробнее разбирать. А в целом, это Европа, Америка, ну, то есть, ТР1. Да, самый-самый топ сейчас. Хорошо. У вас есть инструмент автооптимизации? Да, да, да. Расскажи немножко, как это работает? Ну, вообще, очень важно при работе с пушами оптимизировать трафик. Без этого будет сложно выходить в плюс. И постоянно профитные листы и компании. Поэтому, во-первых, это фильтрация источников на Blacklist и Whitelist. Ну, то есть, очень важно проливать первый тест. А после этого убирать непрофитные источники. Те, которые тебе не подходят. Ну, и так же важно убирать таргетинг, который тебе не подходит. То есть, 100% там либо мобайл, либо НБД, чтобы будет лучше конвертировать какие-то версии ОС, браузеры будут лучше конвертировать. Очень важно убирать непрофитные таргеты. Ну, и так же делать много тестов. Тестировать новые креативы, разные офферы. Ну, следить за бедом. Все как пизде, да. Окей, да. А как вы следите за качеством пушей? Пуш-партнерки, на мой субъективный взгляд, я думаю, он на самом деле объективный, делятся как раз по качеству базы пушей. Есть партнерки, ну, не партнерки, сетки, на которые заходишь, ну, просто, что не запустишь, ну, все в молоку, ничего не работает, но зато большое количество трафика, непонятно, откуда он взят, кем, как он добыт. Ну, есть сетки, где трафик достаточно качественный. Вот как вы следите за именно качеством базы? Окей, ну, в первую очередь мы стараемся подключать качественных партнеров, которые, в принципе, по рынку себя хорошо зарекомендовали. Хорошо, ну, все рассказывают, да я самый качественный, да у меня лучшие пуши. Ну, конечно же, мы проливаем перед тем, как полностью подключать партнера, проверяем этот трафик по отзывам во-первых, во-вторых, через антифрод-систему, смотрим, чтобы там не было ботов. Также, если это прямые партнеры, то так же само, это через какой-то тестовый пролив, смотрим на качество трафика и после этого уже продолжаем либо на долгосрок с ним работать, либо отключаем. Супер. Как тебе эта конференция? Мне нравится, уже в том году тоже была, и, в принципе, я довольна. Ну, супер, отлично. Ну, я желаю удачи, процветания ЭВАДАВу, отличная сетка, очень красивые менеджеры. Спасибо большое. Вот, и с удовольствием буду продолжать с вами работать, ну, и так же рекомендую всем нашим партнерам. Спасибо большое, спасибо. Все, спасибо, отлично. Ваня, привет, очень рад тебя видеть. Ты давно являешься участником этого рынка, да, ведешь множество конференций, мероприятий в этой сфере. Ты видишь какие-то изменения? Насколько за твое время рынок подрос? Я бы даже, наверное, сказал тебе не подрос, а немножечко изменился, потому что до пандемии, до этих всех штук, мне кажется, больше сюда заезжало ребят с других стран, Украина чаще выезжала куда-то. Сейчас своего рода Украина выстраивает своих сильных лидеров, появляются новые лидеры, новые конфы, новые люди, и оно все немножечко иначе. По конференциям в других странах я тебе не могу сказать, потому что последний раз я был в 2019 году, в 2020 году, боже мой, и не знаю, как там сейчас и что-то. Ну, окей, ну, интересует конкретно украинский рынок. С моей точки зрения стало гораздо больше качественных ивентов, больше денег сюда вкладывается, развивается местная украинская комьюнити, которая действительно конкурирует уже с большими странами. И если Украина раньше была где-то на задворках этого рынка, то сейчас мы уже прям в топе, в топ-5 в мировом масштабе точно. Но я тебе хочу сказать, что вместе с появлением этих, как ты сказал, количества больше ивентов, появляется все равно еще большое количество компаний, я там не буду сдаваться в название, которые думают, что сделать одно мероприятие этого достаточно, чтобы выйти на большой рынок. На самом деле, если вы хотите заходить в эту игру, нужно делать, лучше брать периодичностью, лучше делать не такие большие, но периодичные постоянно. И тогда у людей вы закрепляетесь в голове намного дольше, чем вы разово так, и люди даже вас не запомнят. Ну, зависит от целей. Кто-то больше на баблишки, которые можно срубить здесь единомоментно, но все-таки больше системных бизнесов по организации ивентов. И больше появилась компания. На самом деле, вот общаясь с организаторами сегодня здесь, они говорят, боже, а у нас столько появилась компаний, которые готовы поддерживать, которые готовы вкидываться, быть партнерами, друзьями в наших мероприятиях, что ты смотришь и прям, блин, этого раньше не было. Интерес к украинскому рынку очень вырос, и это круто. Хорошо тебе провести время на конференции. Спасибо большое. Ждем автопати, где ты будешь ведущим. Ну, я уверен, что мы отлично зажжем, отлично погуляем и подытожим этот суперский день. Да, спасибо большое, удачи, лейте трав. Конференция СИМПРО подошла к концу. Это был очень насыщенный, но продуктивный день. Литбит Украина был на этой конференции. Очень много партнеров, которые к нам подходили. Очень много новых ребят, которые хотят работать. Ну, трак, гемблинг, дейтинг, эти вертикали по-прежнему с огромным спросом, что нас радует. Мы получили очень много инсайдов, очень много идей. Мы знаем, что делать дальше, куда бежать, куда развиваться. Увидимся на следующих конференциях. Подписывайтесь на канал Литбит ТВ. До новых встреч!